здравствуйте друзья здесь деменков юрий последнее время меня несколько раз уже спрашивали о новом законе о защите инвесторов защите прав инвесторов и но в моем отношении к этому в чем суть и так далее вот что это за закон сейчас принимается новый закон и он как бы как всегда наше государство хочет позаботиться об инвесторах и делает она это немножечко через зад на мой взгляд но как бы моя точка зрения вот в чем суть в том что вводится четыре категории инвестора если раньше было всего две категории квалифицированный инвестор и не квалифицированный инвестор не квалифицированные это но практически все инвесторы квалифицированный инвестор это тот который имеет опыт значит там есть им порог в где-то в 6 миллионов рублей на активах и квалифицированным инвесторам уже доступны но такие инструменты как ноты собственно говоря все остальное не квалифицированным вполне доступно. Но сейчас вводятся 4 категории и все начинающие инвесторы, которые приходят на фондовый рынок, автоматически попадают в первую категорию, естественно, в категорию особо защищаемый инвестор. Что это такое? Что доступно особо защищаемым инвесторам? Особо защищаемые инвесторы могут покупать любые акции на фондовом рынке, облигации уже не все, пои ETF они имеют право, то есть PIF, грубо говоря, поевые инвестиционные фонды, то есть какие-то управляющие компании, вот это они имеют право, но только на свои деньги. И абсолютно запрещены операции short, то есть нельзя играть на понижение, вот это запрещено. Кроме того, запрещены работы с деривативами, что это такое? Это значит, что ну практически будет недоступна работа с фьючерсами и опционами, вот. Ну практически, потому что там ограничение в 50 тысяч рублей, это настолько несущественно, что полное ограничение. Вот. Есть категория, не особо защищаемый, просто защищаемый инвестор. Вот этим уже доступны будут и некоторые операции short, и работа на срочном рынке уже будет доступна, но для того, чтобы перейти вот в эту категорию уже более высокую, надо иметь либо в активах выше чем 400 тысяч рублей, насколько я помню, либо сдать специальный экзамен. Что это будет означать на самом деле? На самом деле, я думаю, что как всегда это превратится в некую такую формальность. Экзамен будет приниматься именно участникам финансового рынка, то есть брокерам непосредственно и через интернет. Что это значит? Ну, скорее всего, будет какая-то анкета, достаточно большое количество вопросов будет задано инвестору, на который надо будет ответить. Я думаю, что это в эту категорию будет достаточно легко попасть, просто вот этот экзамен сдать. Вот. То есть, на самом деле, здесь сильного ограничения не будет. Вот. Но что ограничивает этот закон? Этот закон ограничивает деятельность различных компаний, которые, ну, всяких, Форекс и так далее. Вот здесь это будет, в общем, практически запрещено. Почему? Ну, потому что вот так, потому что государство решило защитить. Во что это выльется, на мой взгляд? Ну, смотрите, в Америке в свое время пытались вести сухой закон. Вы помните фильмы про гангстеров, вы помните «Однажды в Америке» и так далее. Это привело к расцвету мафии, к расцвету, значит, нелегальных детейных заведений и так далее. Рынок Форекс, они не остановят этим законом. Потому что все Форекс-компании, они зарегистрированы в офшорных зонах и пополнить счет у Форекс-дилера можно элементарно через карточку, так же, как и сейчас. То есть, здесь ограничение, в общем, сказать, ну, как бы государство ничего не добьется. И говорят, что да, вот государство там 223 сайта заблокировало, сказать, там компании, да, там очень много мошенников, ребята, не идите туда. Вот. Но, с другой стороны, государство с ними ничего просто не сможет сделать. Вот в чем дело. И если сейчас вот, ну, например, есть возможность тем, кто хочет, я очень не советую идти на рынок Форекс. Но, тем не менее, если кто-то хочет, таких людей очень много, которые хотят поспекулировать на Форексе, значит, там погоня за прибылью большой. Так вот, были возможности легальнее это сделать. То есть, смотрите, есть сейчас ряд финансовых институтов, которые предлагают доступ к рынку Форекс. И это очень солидные институты. Скажем, есть крупнейший брокер, один из крупнейших брокеров Финам. Я с удивлением обнаружил, что Финам предлагает доступ к рынку Форекс. Более того, я обнаружил доступ к рынку Форекс, насколько я помню, в ВТБ, в Альфа-банке. То есть, там есть такое дело. Как они это делают? Это практически государственная структура, и они дают доступ к Форексу. Да, как обычно, все через, грубо говоря, через офшоры. И у ВТБ, и у многих крупнейших банков государственных есть счета на Кипре, и через эти кипрские компании они предоставляют доступ. И надо сказать, что, вот я спрашивал Финаме, например, да, в Финаме, дождик начинается, вот, в Финаме, например, сказали, что да, у них есть лицензия на предоставление вот этих услуг, и там плечи очень даже небольшие, вполне достойные. То есть, там, в принципе, можно работать. Но разрешено уже вот категориям следующей, ну, второй категории инвесторов. Самым простым категориям инвесторов это будет, к сожалению, недоступно. Доступно будет по-прежнему, значит, всякие вот эти мошенники. Их это, ну, вряд ли остановит граждане. Как подвергались, в общем сказать, мошенническим схемам, так они и будут подвергаться. И я не вижу, честно говоря, способов, как наши государства смогут ограничить эти компании. Вряд ли государство справится, опять же, с этой задачей. Ну, вот такое мое отношение, кратенько, к этому закону. Да, и если вы собираетесь инвестировать свои деньги на фондовый рынок, в акции, в облигации какие-то государственные, то вас это вообще не коснется, и вы в особо защищаемой категории вполне будете делать то, что хотели делать и раньше. Здесь вообще вы даже этого не заметите. Вот такие мои отношения. Спасибо за внимание. С вами был Игорь Негода.